В этом видео я заставлю богов развивать цивилизацию тысячи лет. Смогут ли они построить величайшую цивилизацию? Или же будут уничтожены восстаниями и другими бедствиями? Но перед началом не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Для начала заходим в мировые законы. Отключаем голод и старость. Далее заходим в эпохи, отключаем все эпохи, оставляем только одну эпоху, а именно эпоху надежды. Двух богов мы заспауним где-нибудь в Европе, например вот здесь. Далее нашим богам необходимо выдать соответствующие черты. Во-первых, это черта здоровяк, который дает 10% вертилности, максимального возраста плюс 100, и здоровье плюс 9, 9, 9, 9. Ё-моё. Помимо этого боги получат черту счастливчик, ауру исцеления, гениальность, черту крепкий, регенерацию, орлиный глаз, а также скорость. Помимо этого добавим черту невосприимчивый, а также сильный. Далее выдавим эти две черты нашим богам, и они создают первое королевство. Далее, конечно же, необходимо дать этому королевству отличное название. И я решил назвать их царство богов. Помимо этого мы можем дать им соответствующий слоган. По-моему, отлично подходит. Вот такой вот флаг мы им оставим. И как мы видим, наши боги приступили к строительству первого костра. Помимо этого у наших богов появилась первая палатка. И популяция выросла на одного человека. Да-да, именно человека, потому что у него нет никаких черт, которые мы выдали нашим богам. Но на самом деле одну черту он все-таки получил. А именно черту счастливчик. А еще наш простолюдин имеет черту толстый. Окей. Я уверен, на все 100% боги за короткий срок сумеют заселить весь мир. Но пока они построили вторую палатку, и уже имеют популяцию в 4 существа. И кстати, царство богов уже выбрало себе короля. А вот и неон рубит дерево. Король имеет ими тащами, обладает всеми чертами, которые мы выдали нашим богам. Ну, собственно, потому что он и является богом. Ему 21 год, и он уже имеет трое детей. Любимая еда пива, дипломатия 7, военное дело 9, управление 10, а гениальность 11. На своей территории наше королевство уже имеет 4 палатки, а также 2 домика первого уровня. Их королевство уже зашло на территорию Крыма. И они уже получили выход к Черному морю, а также к Балтийскому. И они продолжают улучшать свои палатки до домов первого уровня. Они уже имеют 3 уровень культуры, а скорость получения знаний 4. Они изучили дома первого уровня, острые топоры, а также производство оружия. И на данный момент они изучают мечи. Королевство богов изучили дома второго уровня, и уже начали строить их на своей территории. Помимо этого, они оставили новое поселение на Востоке, в котором они уже построили костер родную палатку. Но это не самое крутое, потому что наши боги наконец-то построили первый пирс. Правда, его расположение желает лучшего. Но жители нашего королевства не расстраиваются, потому что у них наконец-то появилась первая ратуша. Прямиком в их столице. И популяция сослов богов перевалилась за 50 человек, их уже 54. И они приступили к прокладке первых дорог. Причем эта дорога идет прямиком через костер. У них появился второй пирс, и его расположение уже гораздо лучше. Помимо этого, у них начали появляться первые мельницы. Вот одна на Босфорском проливе, и вот другая в Средней Азии. И популяция сослов богов уже перевалилась за сотню, и составляется 27. Наши ребята также оставили еще одно поселение в Скандинавии. Здесь они уже построили костер, три домика и две палатки. Не кажется ли вам расположение этих домиков довольно-таки странным? Не буду задавать лишних вопросов. Вы часто спрашиваете меня, где скачать ворлбокс, и пополнить баланс тима теперь затруднительно. Сейчас летняя распродажа в самом разгаре, и я нашел сайт, которым пользуюсь сам. Например, ворлбоксе я покупал именно через него. Это сайт Купико, с помощью которого ты сможешь пополнить свой баланс тима за самую низкую комиссию на рынке. А с моим промокодом ЧАЧ комиссия на пополнение тима составит всего лишь 16% вне зависимости от суммы пополнения. Действие промокода ограничено, поэтому советую побыстрее им воспользоваться. Заходим на сайт по ссылке в описании или закрепленном сообщении, где нас встречает супер простой интерфейс, где ты сможешь пополнить баланс всего в несколько действий, а именно просто, быстро, дешево и безопасно. От вас не требуется пароль от аккаунта, а только логин стима, что обеспечивает безопасность вашего аккаунта. Вводим логин, вписываем сумму, а также промокод ЧАЧ, нажимаем пополнить. Вы можете авторизоваться на сайте с помощью телеграммы или ВК и получить еще 50 бонусных рублей. А для зарегистрированных пользователей действует еще и постоянный кэшбэк на каждое пополнение. Если у вас казахстанский аккаунт стим, вы также можете пополнить его через Купико. Здесь встроен удобный калькулятор, который считает за вас по актуальному курсу. Все-таки в Казахстане доступно больше игр, поэтому если вы сменили регион, его можно без проблем пополнить здесь. Средства моментально приходят на стим, и ты можешь сразу же их потратить. Я, например, давно хотел купить себе Дипрок Галактик. Ссылку на Купико найдете в описании и закрепленном сообщении. Ведь царство богов основывает разом аж две новых колонии. Одна колония находится на западе, и здесь они приступили к строительству первого костра. А вторая колония на востоке, на территории современного Казахстана. И здесь они также строят первый костер. Помимо той ратуши, которую они построили в своей столице, они теперь имеют ратушу в своей первой колонии. Вот она, она как раз. Помимо этого, царство богов уже имеет 15 уровень культуры, а скорость получения зданий 15,8. Они изучили транспортные лодки, порты, шахты, дороги, мельницы, дома четвертого уровня, получение зданий первого, топора, также молот. И популяция царства богов составляет уже 250 человек. И что самое интересное, они начали исследовать другой континент, а именно Африку. Им придется здесь довольно трудно, потому что здесь есть только пальмы и кактусы. Но если пройти Сахару и спуститься немного ниже, то их ждут очень приятные тропики с огромным количеством деревьев. На территории королевства уже начали появляться дома пятого уровня. Несколько раз увеличилось количество мельниц, а также появились первые шахты. В своем распоряжении королевство уже имеет пять шахт. Также царство богов улучшило свою ратушу до второго уровня. Причем не одну, а сразу три. Помимо этого, в нашем королевстве появились первые порты. Один южный порт в Средиземном море, а также три с северных порта. Один в Скандинавии, один в Балтийском море, а другой в Проморском проливе. В своем африканском поселении они уже имеют дома и дороги. Но помимо этого, они уже построили ратушу на этой территории. А также первый пирс. Основывают одно поселение на востоке, в котором уже имеют костер и строят палатку. А также еще одно поселение на Ближнем Востоке, в котором они уже построили костер и первый домик. А теперь строят пирс. Основывают еще одно поселение практически весь Ближний Восток, теперь их. И также не забывают про исследование Сибири. Основывают здесь еще одно поселение. Тем временем популяция царства богов перевалилась за тысячу. И царство богов уже имеет 33 уровень культуры, а скорость получения знаний 32. Они изучили производство барани, казармы, скорость культуры третьего уровня. Дома шестого уровня. Огромное количество разных материалов, торговлю и эффективность торговли. Но помимо этого они изучили одно редкое знание, а именно знание героев. Максимальный уровень юнитов возрос на 2. Практически все свои дома они улучшили до 6 уровня. Помимо этого у них появилось еще огромное количество поселений на востоке. Еще одно поселение в Африке. Они уже имеют просто безумно огромное количество портов. Практически все свои ратуши они улучшили до 2 уровня. Они начинают супер быстро развиваться и за ними просто уже невозможно уследить. ЧЕГО ОЩЕ? Только что произошло восстание. Король по имени Ма... Ма... П... Ма... ФУТЬ... МАФИТЬ... БОЙ! Короче король вот с таким вот именем объявил войну. Царство богов. Популяция в оставшем королевстве составляет 536 человек. Противостояния начались практически на всей границе. Королевство Реала Новза Симмонс оказалось окруженной с двух сторон. Мы можем видеть что их дома начали гореть. Улучшники королевства богов начали атаковать их корабли. А сама армия пытается продвинуться дальше. Одно поселение восставшего королевства уже уничтожено. К сожалению тот король которого показал ранее был уничтожен. Они очень стремительно теряют свое население а также территории. Армия царства богов зашла на последнее поселение под контролем бунтовщиков. У бунтовщиков осталось всего 3 человека. 2, 1 и все. Восстание было полностью подавлено. Тем временем царство богов имеет 42 уровень культуры. Скорость получения знаний 39,5. Они изучили статую, храм, сторожевую башню, трансформацию культуры первого уровня, эффективность копания, а также луки. Но помимо этого еще 2 редких знания. А именно стратегию защиты и оружейное дело. На своей территории они уже построили несколько статуй. А также вот такой вот интересный фонтан. Но что самое интересное, они улучшили ратушу до 3 уровня. Правда не в столице своей колонии. Ну а также на их территории начали появляться сторожевые башни. Они основывают еще одно поселение в Африке. Их популяция уже составляет более 2000. И продолжает стремительно расти. Только что происходит еще одно восстание от Грейт Иб. И расположено оно практически на той же территории, что и прошлое восставшее королевство. Правда на этот раз восстание произошло еще и в Африке. Мы видим как армия королевства царства богов расстреливает восставших из луков. И не подпускает ее к себе. Еще одна армия царства богов находится в Африке. И пытается вернуть восставшую территорию себе под контроль. На севере армия царства богов имеет определенные успехи. Теперь мы видим интересную картину. Потому что восставшие сами перешли в нападение. И пытаются зайти в столицу царства богов. Определенные успехи восставшие имеют на юге Они практически взяли под свой контроль территорию современной Индии И да, это действительно так Они взяли ее под свой контроль И также определенные успехи они имеют в Африке Тем временем царство богов наводит серьезную смуту на севере И возвращает эту территорию под свой контроль Они выследят десант в Африке и пытаются вернуть территорию А также они развивают свой успех на севере И возвращают еще одно поселение под свой контроль К сожалению происходит еще одно восстание И царство богов было раздроблено на две части Царство богов теряет поселение за поселение Вы просто гляньте на это Белые восставшие захватили столицу царства богов. Но просто так боги сдаваться не намерены, они возвращают эти территории под свой контроль. Но их королевство по-прежнему остается раздробленным. Очень серьезная битва происходит на Ближнем Востоке. Но в итоге царство богов возвращает эту территорию под свой контроль. Аж три армии царства богов двинулись в Африке на восставших. Царство богов возвращает территорию на юге, а именно современную территорию Индии. На следующем они возвращают себе всю Африку. Но тут Африка поднимает бунт и объявляет восстание. Но царство богов очень быстрыми темпами возвращает одно поселение под свой контроль. Тем временем, красные восставшие под названием ПХХ до сих пор держат территорию под своим контролем. Они наступают и забирают еще одну территорию у царства богов. А вот Африка на месте не сидит, и она пошла атаковать царство богов. И вот мы видим, что белые восставшие снова вернули под свой контроль ту территорию, которую владели ранее. Но война все-таки была окончена, и закончилась она мирным договором. Тем временем, царство богов изучило тренировку армии второго уровня, а также контроль второго уровня. Но что самое интересное, они изучили все шесть редких знаний из возможных. Стратегия защиты, управление третьего уровня, герои, путь жизни, оружейное дело и контроль третьего уровня. Все восставшие имеют примерно ту же самую ситуацию. Очевидно, все эти знания не получили от царства богов. В принципе, ну, вы можете убедиться, что у всех все одинаково. И вот снова война, в которой участвует царство богов красные и белые. Сейчас сражение происходит на территории красных. Армия царства богов двинулась прямиком на восставших. На своем пути они начали сжигать дома, деревья и вообще все, что им попадается под руку. И царство богов возвращает под свой контроль уже одно поселение. В то время красные пытаются захватить белых. Но белых осталось совсем немного, всего 48 человек. Красные восставшие уничтожили белых восставших. Окей. Тем временем, война продолжается дальше. Но что самое интересное, король восставших, тот самый бог, которого мы заспавнили. Ему уже 200 лет. Мы можем видеть, как царство богов пытается его уничтожить. Но он в одиночку им противостоит. Сможет ли он их победить? Вот в чем вопрос. Я думаю, что нет, потому что армия царства богов слишком большая. Восставшие из Африки также объявили войну красным. И помимо этого, эти же восставшие основали колонию в Южной Америке. Мы можем видеть, как царство богов пытается уничтожить стражевую башню. И успешно ее уничтожает. В итоге вся Африка снова под контролем царства богов. У зеленых осталось лишь одно поселение в Южной Америке. И в итоге эта война также заканчивается мирным договором. А тем временем, население царства богов составляет уже 3092 человека. Вы просто гляньте на это огромнейшее количество кораблей, которые имеют в своем распоряжении царство богов. Люди все никак не унимаются, и происходит еще одно восстание. В этот раз восставшие имеют название Кабов Мун. Царство богов сразу же двинулось возвращать свои потерянные территории. Но Кабов Мун также в стороне не сидит. Они тоже отправили свои войска на территорию царства богов. И постепенно начали захватывать ее поселение. Все временем зеленые восставшие полностью исследовали Южную Америку. Начали продвигаться на Северную. Царство богов подавило мятеж и вернуло территории под свой контроль. Единственным противником остались красные восставшие. А вот что произошло с Австралией. Ее между собой поделили красные восставшие, а также царство богов. И мы можем наблюдать еще одно восстание, которое образовалось на территории царства богов. А вот красные восставшие на данный момент воюют с зелеными. Помимо этого в войне против зеленых также участвуют царства богов, которые уже захватили значительную часть Северной Америки. А зеленые в свою очередь откусили кусок от Африки. В итоге королевство зеленых было полностью уничтожено. И мы видим, что началась безумная битва царства богов и красных бунтовщиков. Царство богов владеет всей Европой, Африкой, а также Северной Америкой. Спустя длительное время царство богов наконец-то подчинило себе Южную Америку. Мы можем наблюдать, как красные восставшие доживают свои последние дни. От их территории практически ничего не осталось. А их население составляет всего 30 человек. И все восставшие были уничтожены. И теперь весь мир принадлежит царству богов. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. А также пишите свои идеи в комментариях.